Окей, сегодня я хотел с вами поговорить про одно из важных элементов iOS-разработки, то, что нужно делать, стараться себя заставлять, и в больших компаниях это яро приветствуется, это тестирование. Что вы знаете про тестирование? Я бы сначала хотел спросить, вы вообще писали тесты на Java, я не знаю, знаете, что это такое? Не знаю, но я не писал. Окей, как вы думаете, для чего нужно тесты, давайте с этого начнем. Чтобы проверять определенные тесты, потому что как-то нельзя, поведение, определенные. Ага, а что я вообще, зачем? Окей, проверивай, что я тут с этого получил. Ты знал, что работаешь. Да, то, что я могу быть уверен, что мои функции, которые я использую в данном модуле, они действительно работают. И не будет такого, что там, не знаю, у кого-то одно сработает, у кого-то не сработает, да? То есть, именно для этого нужны тесты. В iOS есть, ну, не только в iOS, но вообще у нас здесь есть два вида тестирования. Это UI-тесты и юнит-тесты. Что из них что? Кто может мне сказать? Тесты с интерфейсом... Что, что, да, давайте, кто-нибудь давай с нам сначала, да? Тесты интерфейса и... Так, под интерфейсом ты что подразумеваешь? С твоей год. Ну, в общем, если вкратце, то, ну, почти право. И UI-тесты, они... Смотри, блядь. UI-тесты позволяют нам тестировать приложение таким образом, что мы не знаем, что у нас вообще происходит внутри самого приложения. Мы тестируем внешнюю оболочку, то есть считаем, что по нажатию на кнопку мы должны перейти в другое место, или что-то должно появиться, и мы просто проверяем вот это, это так, ну, по сути, это тестирование черным ящиком, потому что мы даем на вход наше нажатие, то есть что такое тестирование черным ящиком? У нас есть действие, у нас есть черный ящик, у нас есть выход. Мы не знаем, что происходит в черном ящике абсолютно. Вот это здесь, это мы самое и проверяем, то есть мы нажали на кнопку, у нас появился там, не знаю, поменялся цвет. Мы хотим понять, что, хотим проверить, что после нажатия кнопки поменялся цвет. Что внутри происходит, нам абсолютно не важно Это не UI Все, мы вот это проверяем И есть там всякие фишечки В iOS, которым можно Это все дело устроить Но мы пока начнем не с этого, потому что, честно говоря Мы тоже потом посмотрим На следующей паре, возможно Но UI-тесты Их пишут крайне редко Потому что Как сказать Обычно есть тестировщики Которые тестируются Собственно UI Сидят, тыкают Везде свои тест-кейсы описывают Ну вот, пожалуйста, они тестят UI Они абсолютно не знают про то, как это внутри устроено Многие тестировщики Не шарят в программировании Вот как бы это их тема Unit-тесты Это тесты модулей Которые Где мы тестируем Сами функции наших контроллеров И так далее Они позволяют нам заниматься Именно не вот Черным Ну вот это У нас нет черного ящика Где мы не знаем, что происходит Мы именно Сами знаем, что Что это за функция Что она принимает Что она делает И что она должна вывести Дополните, главная вещь Тестируем мы не то, что функция не должна делать Мы тестируем функцию на то, что она должна делать Это очень важно Не стоит забывать про это Что если у вас функция, которая выводит Не знаю Hello World И вы можете написать миллион тестов Но то, что она не делает Логично Она не делает Не суммирует Не прибавляет Не выводит кнопку Не выводит лейбл И так далее То есть это можно написать Миллион тестов Абсолютно не нужно Потому что как бы их Ну это Фигня какая-то, да? Очевидно Вот Давайте начнем Для начала Ну и собственно Мы с вами будем заниматься Юнг-тестами И Попробуем вообще Как это Что это Многие программисты ленятся И писать И вы поймете Почему Может кто-то пока я тут создаю Все Знает И Может рассказать Что такое TDD Разработка По TDD Кто-нибудь знает Что это такое Ну вот Никто тоже Я так понимаю Не писал Да Тестов Особо Не писали Ну вот Так Я по-моему Научился здесь Увеличивать шрифт Да ведь Где она Сейчас Это слишком легко 24 Наверное Видно Будет В принципе Да Виталь Все нормально Окей Давайте сделаем Так Работаем не про Кшую программу Суть ее будет В чем Давайте что-нибудь Думаем Ну пусть у нас Есть какая-нибудь Кнопка Так Да Там Сам Баттон Например Называется Мы сейчас Будем все Кодом Задавать Она у нас Тут будет Optional Ну типа Почему Потому что У нас будет Метод Конфигурации Где мы будем Конфигурировать Нашу кнопку И Ну то есть Выводить ее Так Что мы для начала Сделаем Для начала Мы просто Скажем Что у нас кнопка Чтобы вольно Не допариваться Давайте мы Используем Тип кнопки Например Ну вот В контакте Это будет Да Вот эта кнопочка И Давайте Мы ее Добавим На Subview Клево Ударим И Вызовем Конфигура Сам Баттон Да Он у нас Optional Типа Окей Ладно Так 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 Хорошо Сейчас мы с вами Типично Такую Обычные методы Накидаем В контроллер Посмотрим Что потом С ними Можно будет сделать Окей Так Вот там Наверху В углу Появилась кнопка Если вы видите Но Потому что Мы Ее не Это самое Никуда не задавали Она там наверху Давайте мы Зададим Позицию Так Это у нас Пусть будет Ну проще Все что Мы скажем Что Frame Origin New Center Все Думаю Это будет Достаточно Ой Окей Да 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 Окей Клево Все Кнопочка есть Тыкается Круто Кнопку добавили Так Давайте Теперь мы Сделаем Какой-нибудь Метод Который Будет Срабатывать По нажатию На эту кнопку Ну пусть Например Будем добавлять Лейбл Да А это Лейбл To view Ну что значит Нам нужно Сделать Лейбл Он У нас Я в одну строку Не буду записывать Чтобы было Немножко Читаем Сделаем Так Лейбл Так Нам нужно Мы можем Задать Позицию Так Давайте мы Зададим Позицию Для начала Frame Urgin Так Он у нас Будет Опять же По центру Вот Но Дальше мы Сдвинем Его По Y Например 40 Поднимем Дальше Что мы Сделаем Дальше Мы хотим Задать Текст Ну давайте Зададим Текст Там Hello Yomi Вот Что у меня В голове Текст Есть И Проще Всего Как бы Что сделать Просто Сказать Size To fit Чтобы не Париться Размерами У нас есть Размер У нас есть Текст Мы подняли Нами Сорт Наверх Он будет Далеко Не в центре Значит нам Нужно Централизовать Его От Размеров Текущих После Size To fit Будет Так Супер Супер Потому что На минус Супер На минус 40 Он Подправляется Что? Что я не так сделал Очень странно View Добавил Не знаю Давай Может Что? Так Есть Положение Чуть Я загнался Похоже Может Мы его Не видим Просто Давайте От Далейбл To View Создали Frame Есть Origin Есть Size Есть Здрасте Приехали Так Потому что Я поставил Уложительное значение Нормально А Да 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 Сейчас Согласен Что-то Я это Загнался Все правильно Все правильно Да Не минус 40 А вот так вот И все Окей будет Спасибо Так От текущего положения Отнимаем Они просто Немус 40 Оставляем Да Все правильно Окей Клево Есть Хэлло Хэлло Нажмем Нажмем Еще раз Как бы Он еще раз Ставит Его Там Все Жирненькое Будет Крутяк Давайте Еще Что-нибудь Напишем Так Ну У нас Есть Текст Ну Давайте Типа Напишем Метод Который Будет Генерить Рандомный Текст Да Там Get Random Text Так Текст Трэй Бла-бла-бла Добавим Туда Во-первых Наше Чудо-слово Эй Так Ну Еще Что-нибудь Туда Добавим Разные Ну Чтобы Было Так Ну Еще Что-нибудь Что-ли Не знаю Один Клев Все Нет Вот Так Ну Для Примерчика Я поставлю Пронумерую Так Сказать Было Как-то Не знаю Заметно Что-ли У нас Меняются Так Массив Есть С текстом Нужно Теперь Выдавать Туда Текст Лучше Даже В рандомном Порядке Выдавать Количество Алиментов Давайте Так И Делаем Скажем У нас Есть Let Random Index Так Что У нас Есть Arch 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 Где-то Там Arch Так Что-то У меня Ступит Эта штука Ну-ка Ступайся Arch Вот Ну вот Юниче Хорошая Штука Так Сюда Значит Мне нужно Задать Количество Алиментов Массива Чтобы Констант Не водиться Да Count Он будет От Ну вроде Да Все нормально В принципе Да Он полностью Берет Сейчас он У меня Поправит Скорее всего Эй Алло Поправь Меня Да Вот Мы это Обернем В unit32 И он Нам возвращает Unit32 Text Array RandomIndex Так Ну да Мы его не сможем использовать Потому что он Unit32 А нам нужно по индексу Интовое значение Поэтому мы его просто Обернем В int Очень просто Все делается Кастуется Все RandomIndex есть Все Вытаскиваем По Не пойму Что Все Окей Так Ну и будем Доставать в текст Наш Get RandomText Значит Эта функция Будет возвращать нам Отно слово Из нашего массива Все довольны Все клево Что нибудь еще Ну вот можно Наверное Или не надо А Так Давайте сначала Допустим Проверим Вообще Ты шаришь Походу Красавчик Давай посмотрим Бэмбэм Клево Клево Нет Не особо Давайте Тогда напишем Метод Который Нам будет Все это дело Подчищать Задаем его Перемод Метод 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 Вот так вот Что мы будем делать Мы будем Эти циклом Форум Давайте Без функциональщины Просто обойдемся По Собьюхам Нашего Вью И скажем Что если Наш Вью Является Лейблом То мы Удаляем Собью То есть Все максимально Просто Если Вью Вы Подумали Что мне Здесь Сейчас Используют Чтобы сравнить Вью Является Лейблом Или нет Ну такого Здесь Сокращение Здесь есть Которое Позволяет Это Наздел Так Из Уилейбла Все Если Вью Является Лейблом То Мы Наши Вью Удаляем Супервью Круто Круто И Мы Будем Делать Каждый Раз Перед Тем Как Добавить Лейбл Рим Фол Лейбл Сфрон Допустим Понятно Пока Что происходит Думаю Ничего Сложного Просто Сейчас Накидываем Себе Работы На Будущий То есть Такая Вот Просто У меня Голову Закрылась Совершенно Просенькая Программка Добавил Все Добавляется Клево Оно Работает Так А вот Теперь Давайте Мы Напишем Тесты Для Чтобы Писать Тесты Я Создал Проект С Include Unit Test Ну Либо Если Вы Так Не Делали Можно Создать Файлик Вот UI И Unit Test Видите Создаете И Радуетесь Как Выглядит Наш Unit Test Так Это Файл Который Импортит Наш Проект То есть Когда Вы Создадите Unit Test Файл Не Добудьте Ставить Тестабл Импорт Ваш Проект Чтобы Так Как Видите Ваш Файл По Таргету Не Привязан К Основному Проекту Это Сделано Для Того Чтобы При Кажем Билде Не Гонять Тесты Ну Потому Что Они Во-первых Они Занимают Какое-то Время И Лишние 10 Секунд Вы Будете Простить И Ждать Чтобы Ваши Тесты Прошли При Кажем Билде Это Не Нужно Вы Можете Просто Запустить Тесты И Посмотреть Прошли Они Или Дальше Давайте Ознакомься Есть Основная Липа От Эпла Которая Представляет Нам Всю Мощь Тестирования Это XCTest Вот С помощью Нее Мы Будем Работать Класс Наш Наследуется От XCTest Case Ну Типа Здесь Такая Штука Которая Давайте Прованимся Посмотрим Что Там Есть Она Написывает Функции Которые Можно Использовать Для Тестов На самом Деле Куча Всего Есть Мы С Я думаю Где-то Отнутри Только Меньше Того Что Можно Попробовать Дальше По факту Сами Будете Смотреть Что Вам Нужно Надо Будет Потыкаться Итак Какие Есть Методы Сразу У нас Тут Есть Setup И Teardown Setup Это Метод Который Вызывается Каждый Раз Для Каждого Теста Каждый Раз Поэтому Здесь Обычно Например Интилизирует Контроллер То Здесь Вам Будет Здесь Нужно Инициализировать То Что Вам Нужно Каждый Раз Свежее То Есть Под Свежее Что Подразумываю Например У вас Есть Моделька Которая БД Достается И Дальше Вы В Тестах Будете Эту Модельку Изменять Проверять Что Например Если Вы Не знаю Зададите Модельке Name Максим То У нее Действительно Будет Name Максим Соответственно Вы Это Дело Поставили Сохранили Потом Проверили Что У вас Там Все Окей Моделька Сохранилась А вы Если Не будете Каждый раз Заново Новую Делать То Будете Работать Со Старой Версией Можете Работать И Это Все Пересечется Будет Какие-то Ну То Неправильные Неправильные Тесты Получатся Тирдаун Это Функция Которая Вызывается Каждый раз После Каждого Завершения Вашего Теста Здесь Обычно Обниляют Все Что Вы Создавали В Сетапе Там Создается Новый Экземпляр А здесь Вы Как раз Создаете New Дальше Посмотрим Что У нас Есть Это Нам Не Нужно Вообще Вот Типичная Функция Теста Любая Функция То есть Тест Кейс Который Вы Будете Писать То есть Функция Она Должна Начинаться Со Слова Тест Все Что Видите Вот Здесь Такие Ромбики Они Позволяют Запустить Вам Тест Вот То есть Я пишу Например Тест Сам Чет Например Оно Может Сразу Не Подхватиться Но Я Сбил И У меня Появится Да Текст Стран Да Вот Появился Ромбик Видите Ну Соответственно Там Я Могу Запустить С ним Что-то Поиграться Как Я Могу Тестить Мой Мой Инструмент Это XT Тест Точнее У него Есть Такая Штука Как XT Asset XT Asset XT Asset Asset Они Дают нам Возможности Как раз Тестирование Смотрите Что у нас Тут Есть Мы Можем Какой-то Expression Таза Свою Сказать Что В этом Тесте Должно Быть True Если Не True То Мы Выдаем Message Что Чувак У тебя В общем Что-то Не Так Можно Просто Сказать Что Если Так То То Тест Прошел Под True False Подразумается Что Тест Прошел Или Не Прошел Всегда Мы Можем Проверить На New Expression То Есть Является Ли Там Объект Любой Объект Не Соответственно Например Нам Нужно Проверить Что Он Действительно New Вы Завершили С ним Работу Или Еще Что То Вы Здесь Проверяете Что Он New Возвращается True Тест Прошел Так Вот Тут Просто Такие Очевидные Вещи Типа True А False Для проверки Того Что У вас Будет Именно True Вернется Именно False Вернется Потому Что Как Мы Сказали False Обычно Для тестов Значит Что Он Не Прошел Но Бывает Ситуация Когда Вам Нужно Вернуть False В Более Не Это Не Значит Что Это Неправильно Наоборот Ожидаемый Результат Есть Asset Equal Который Позволяет Сравнить Два Объекта На Что То И Сказать Что Если Первое Сравнение Объектов Оно Равно Второму То Значит Все Ок Если Нет Так Нет Есть Просто Множество Вариаций На самом Деле Их До Кучи Всяких Ассертов Которые Вы можете Использовать В зависимости От Ваших Нуж То Нужно Проверить Вам То Что Вон Там Видите Даже Есть Функция Которая Less than Or Equal То есть Проверяет Что Первая Штука Меньше Или Равно Второй Штуке Отличная Тема Не нужно Там То есть Оно Читабельнее Сразу Поймете Что Здесь Проверяется Вот Так Ну Для Начала Давайте Что Мы Сделаем Во Первых Нам Нужно Будет Тестировать View Controller Здесь Мы Тестируем View Controller И Все Его Функции Надо Будет Нам Затестировать Давайте Тогда Что Мы Делаем Мы Создаем VAR Ну Потому Что Это Как Отдельный Таргет Видишь Он Создается Абсолютно Отдельный Таргет У него Есть Вип Лист Который Тоже Настраивается Если Нужно Но Обычно Его Никто Не Трогает То Есть Зачем Да Здесь же Тесты Просто Ок Удалим Эти Комментарии Здесь То же Самое Что Я Сказал Написано Так Будем Тестить View Controller Значит Мы Создаем Variable Нам Нужно Везде Используется Один Тот Ж Variable Создаем Variable View Controller Который Будет У нас View Controller Видите Если У меня Не будет Testable Import Я Не Смогу Использовать Классы Из Моего Проекта Поэтому Не Забывайте Поставить Я Поставлю Что Он Всегда Есть Потому Что Я Буду Его Стапить Здесь Так Достанем Его Когда Запускается Тест По сути У вас Внутри Запускается Прок То есть Она Запускается Вы Просто Не Видите Она Запускается И Как Вы В Принципе То есть Если Вы Захотите Достать View Controller То Лучше Например Достать Его Как Вы Обычно Делаете Через Storyboard Остаете То есть Мы Сделаем Storyboard New Storyboard Так Ну Name У нас Попытим Main Bundle Не Нужен Ок И Принцип Лизируем Наш View Controller Так Как У нас Storyboard Один Да Storyboard Один Контроллер И Он Является Initial Контроллером То Я Могу Сделать Это В Одну Строчку Вот Так Initial View Controller Все Он Вернет Мой Контроллер Соответственно Если Вы Хотите Проверить Storyboard Другие Контроллеры Вы Задаете Им Какой Тэп И По Нему Вытаскиваете Что Ну Такие очевидные вещи Окей Здесь Мы Всегда Сетапим Да Вот Здесь Мы Всегда Сетапим А Здесь Мы Будем Всегда Говорить Что У нас В Контроллер После Каждого Теста Будет New Ну Как Было Для Безопасности Окей Дальше Давайте Мы Все Это Дело Удалим И Напишем Давайте Вернемся В наш Класс Так Что Ты Там Что Ты Не Хочешь А Да С Контроллер Точно Точно Да Да То Что Возвращается Контроллер Именно Такого Типа Окей Почему Так Вы Уже Поняли Разницу Между С С Вопросиком И С С Восхитательным Знаком Что В чем Разница Кто Мне Может Объяснить Ого Вот так Вот Дело Обстоит Да Со С 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 В общем Типом 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 То есть Контроллер Или Не View Контроллер То Есть Вот В данном Случае Если Наш Storyboard Не Является View Контроллером То Нам Смысла Вообще Дальше Нет Идти Ну Как бы Здесь Наш Косяк Это Не Будет Такого Что Там Мы Запустим Это У Пользователя И Внезапно У него Упадет Нет Не Будет Такого Поэтому При введении Типов Можно Сделать С И Все И Париться Так Ладно Это Вот Не забывайте Эту штуку Давайте Вернемся У нас Контроллер И посмотрим Что у нас Здесь Есть Итак Для начала У нас Здесь Есть Один Button Да Метод Раз Два Три Четыре Метода Есть Как минимум Четыре Теста Мы будем Писать Смотрите В каком Кейсе Мы можем Это Все Дело Рассматривать У нас Давайте Для начала Затестим Метод Конфига Сам Button Скажите Мне Что делает Этот Метод Какая Цель Соответственно Да То есть Что мы Здесь Давайте Еще По-другому Что мы Здесь Можем Затестить В этой Функции Раз Дальше Еще Что Можно Ну По-моему Можно В принципе Да Тоже Можно Как-то Но Я Честно Говорю Сейчас Так Сходу Не скажу Можно Загуль Посмотреть То есть Чувствуете Да Много Всего Можно Проверить Но Давайте Отечем То Что нам Нужно Это Тоже Важно Нужно Нужно Ли Нам Проверять Frame Нет Зачем Нам Важно Проверить Что Кнопка Существует Да Потому Что Она У нас Община Ну Так Получилось Что У нас Община И Вот Так По Задумке Значит Нам Нужно Проверить Что Она Во-первых Есть Во-вторых Действительно Нужно Проверить Что Она Поставилась На Собью Потому Что Иначе Все Остальные Методы Которые Работают По Ее Нажачу И так Далее Они Теряют Смысл И Если Какой-то Программист Другой Внезапно Что-то Здесь Стерет Сотрет Там Что-то То У нас Кнопка Ну То есть Должна Как раз Упасть Тест И Сказать Ему Слушай Ты Что-то Не То Сдел Еще Кое-что Можно Проверить Можно Проверить Что У нас Вообще Кнопка Визи Или Если Вы Работаете С Картами Например Попробуйте Поместить Кнопку На Карту То есть Вы Можете Поставить Кнопку Через Storyboard На Мк Mapview Притянуть Outlet И Запустить И Вы Увидите Что У вас Кнопки Не Будет Она Просто Ее Закрывает Да Не Так Тоже Очевидно Что Ее Не Будет Поначалу Вот Но Потом Ставится Очевидно И Нужно Проверять То есть Можно Это Тоже Проверять Ну Давайте Меньше Слов Больше Делал Во-первых Проверим Что Давайте Проверим Что Наша Кнопка Существует Да Function Test Нет Да Битва Наверное Из Баттон Из Так Не Баттон Просто А Именно Сам Баттон Exist Так Смотрите В каком Ключе Мы будем Это Тестировать Я Вас Сейчас Научу То Что Обычно Применяется В практике Может Есть По-другому Там Код Стайл Но Это Очень Удобно Тестируем Следующим Образом Когда Мы Тестируем У нас Есть Вхатные Данные У Нас Есть Тот Период Когда Мы С ними Что-то Делаем И У нас Есть Выходные Данные Такие Три Кубика Соответственно Мы Наш Тест Функцию Тоже Так Разделяем Мы Говорим Что У нас Есть Given Это То Что Дается В начале Теста Дальше У нас Есть Что Там Сейчас Given Ух Ты Слово Забыл Так Уэн По-моему Что-ли Да Это По-моему Так То есть Есть Входные Данные Какие-то Дальше То есть Входные Дальше Когда Что-то Происходит Мы Ожидаем Какой-то Результат Понятно Примерно Так Строится Ну Они Могут Иногда Объединяться Вместе Потому Что Ну Слишком Простые Тесты Например В нашем Случае Окей Что У нас Изначально Есть Значит Нам Нужно проверить Что Кнопка Вообще Существует Правильно Мы Можем Сделать Следующим Просто Образом Пока Это Вообще Использовать Не будем Потому Что Здесь В одну Строчку Все Проверится По сути Мы У нашего ViewController Достанем Не достанем А вызовем Метод Configure Sambata После Этого У нас Кнопка Должна Существовать Правильно 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 Проверим Что Наша Кнопка Существует То Мы Скажем Что XC Assert Вот Мы можем Здесь Записать Как бы Пользоваться Нужно Нужно Сказать Что ViewController Button Сам Button Не равен Nil А Иначе Вывести Button Из Nil Вот Такой Простой Кейс Здесь У нас Что Получается По сути Given И When Это Здесь Потому что Оно Здесь Задается И Здесь Мы Сразу Делаем То Что Должно Презатись Нашей Кнопкой То есть Она Инициализируется А Здесь Мы Проверяем Что Тен Что Она Не равна Nil Она Вообще Существует В принципе Окей Давайте Пора Запускать Тест Я думаю Запускаем Наш Можно Запустить Класс Со всеми Тестами Можно Запустить Отдельный Тест Давайте Мы так И Запускаем Тест И Посмотрим Так Лет На самом Деле Хорошо Убил Пошел Тест Тест Идет 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 Тест Прошли Круто То есть Мы Теперь Уверены Что Кнопка У нас Существует Давайте Следующее Теперь Сделаем Надо Проверить Собственно Этот Метод У нас Есть Нужно Сказать Что Кнопка Не просто Существует Она Еще Теперь Лежит На View Function Test If Some Button On View Это Водопис Не Уже Здесь Нет Да Это Тест Кейс Каждый Тест Кейс У него Есть Начальное Состояние Дальше Что ты Делаешь И конечно Специально Разделяешь Чтобы Можно было Во-первых Это проще Подправить Во-вторых Это понятие Обычного Viewer Смотришь Сразу Вот Так Существует Ли Кнопка На View Окей Давайте Проверим Значит Что У нас Изначально Есть Да View Есть Как Мы Можем Проверить Давайте Так Скажите Как Мы Можем Проверить Что Кнопка Существует На View Да По Тегу Раз Еще Что Можно Сделать Можно Что Сделать Вот Примерно Мысль Правильная Кто Разовьет Эту мысль Может Сама Закончить Как Можно Примерно Так Делать Понимаете Как Мы Удаляли Label Что Что Мы Сделали Мы Прошлись И Сказали If Label Соответственно Что Мы Можем Делать Мы Можем Проверить Button И Если Это Так То Значит Нормально Иначе Неправильно Два То есть Вариант Ну Так как Тег Мы там Не задавали И как Ну Зачем нам Тег Задавать Да Да В общем Если бы Наш Метод Конфиг Сам Button Принимал То есть Он был бы Конфига И внутрь Принимал бы Сам Button Как раз Ваша Тема Прошла То есть Мы Given Даем Кнопку Задаем Ей Тег Запихиваем Ее В Метод И Дальше Ждем То есть Ждем Что Такая Кнопка Существует То есть Такое View С таким Тегом Существует На Subview Да Так бы Прошло Но у нас Очень другой Кейс И давайте Это Затестим То есть Так Мы Говорим Что у нас Конфига Сам Button Опять Это у нас Такая Тема Given И Прям When Сразу То есть Мы Ее Добавили А Дальше Будем Идти Дальше Пройдемся По Давайте Как-нибудь По-другому Вот здесь Пройдемся Subview Воспользуемся Функциональщими Да Fridge И Скажем Что Если Ноль Долларов Из UI Button То Xt Asset True Вот Так Что 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 Ты Сейчас Секунду Да Все Окей Вы же Пользовались Функциональщими В чем проблема Что до вопроса Не пользовались Пользовались Я сам Тебе Только Исправлял Что это Такое Можешь Что за Доллар Ноль Понял Да Это Первый элемент Массива То есть Вы Так Сокращаетесь Ну То есть Если Вам Нужно Было Делать Что-то С Этим Элементом Да Там Узнать Тип Еще Что-то Вы Можете В Одну Строчку Записать Первый Или Вам Нужно Сронить Первый Элемент И Второй Можете Сказать Доллар Ноль Там Не знаю Равно Доллар Один Как только Ассерт Срабатывает Функция Сразу То есть Она Это как Ретурт Для функции Она Выкидывается Поэтому Мы Вполне Можем После Этого Дела Сказать Что Если Уж Ты Туда Чего Не Зашел То Ты Нам Фолс Ага То есть Если На Собьюхах Мы Не Обнаружим Батт Значит Его Там Нет Все Запускаем Наши Тесты Есть Класс Тестами Запустим Проверим Все Бабам Не Прошло Так Почему Не Прошло Давайте Ка Я Вообще В Того Глянул View Sub View Sub Не Любом Случа Вызывает Он Не Зашел Просто Сюда Интересненько Стан Он Проходил Хочешь Что Дать Мне Кажется Он Какой-то Асет Потом Весь Лист Перебирает И Выходит Из него И Уже Дальше Возвращает Возвращает Он Должен Был Сразу Выдать Возвращает 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 Давай Посмотрим Как думаете Что Будет Так Что Ты Говоришь Заходит И Дальше Идет Говоришь Нет Так Что То У У У У У У У У У Давай Кстати Давай Блин Нет Уж Что Сраное Что Сраное Сейчас UI Is UI Button Мы же Button Проверяем Subuse Subuse Он Добавляет Так Ну Давай Действительно Блин От этого Ничего Не должно Помнеться Конечно Посмотрим Давай У Контроллер Ой Я тут записал Ну Вот Попал То есть Все Окей Вроде Давай Проверим Сейчас Ту Теорию Что Она Может Дальше Еще Сработать Значит Мы скажем Замескаем Тест Смотрим Да Да У меня Проходит Сера На XPS На True Проходит А И True И False Проходит Значит Да Нет Он Обычно Что-то Странно Странно Не знаю У меня Кто Либо Я давно Тест Не писал Либо Что Ну Так Он Сюда Заходит Ну Можно Еще Знаете Как Проверить Что У нас Уже До Этого На View Вообще Ничего Не было И Мы Можем Проверить Что Count View До Того Как Мы Сконфигурируем И После Неравный Да Можно Например Так Ну Как Суть Суть Понятна Да То Есть Вот Так Например Можно Пройтись Там Глянуть И Теперь В таком Случае Так Дальше Давайте Следующий Метод Посмотрим Сейчас Проверим Работает Она Не Работает Еще Раз Ну Да Все Прошло Следующий Метод У нас Был Какой Там Есть Метод Добавление Лейбла Вот Ну Собственно Что У нас Лейбл Делаем Следующий Давайте Проверим Test If Label On View Нам Нужно Проверить Что Лейбл Добавился Во-первых Given Что мы Сделаем Мы А Да Мы Создадим Лейбл И Так Даже А здесь Лейбл Даже Не надо Создавать У нас Есть Метод Скажем ViewController А Добавим Добавим А Дальше Да То же Самое Будет То есть Это То же Самое Просто Пробегаемся Например Давайте По-другому Делаем Given Это Раз И Дальше Sub Count Скажем ViewController View Sub Views MassiveViewContent Да И То есть Это Given У нас Дальше А нет У нас Изначально Есть Количество Дальше Мы Когда Добавляем Лейбл На View То Хотим Узнать Что St-Asset Что SubCount Который Был До Этого Он Не Равен ViewController View Sub Views Count Иначе Мы Скажем Что 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 Это Такое Вот Ну Можно Конечно Похитрее Что-нибудь Придумать Типа То Что Это Лейбл Добавился Да Что-то Другое Ну Ладно Допустим Проверим Тесты Прошли Все Лейбл Добавился Клево Следующий метод Наш Посмотрим Ну здесь Что нам еще Больше нам В принципе На В этом методе У нас еще Что есть Текст Нам еще важно Чтобы текст Унинил Да Давайте мы Тоже Протестим То есть Мы еще Один тест Пишем На Тест И Лейбл Текст Not Empty Окей Значит Given Что у нас Есть Опять Given И When Это То Что ViewController Отвел Лейбл To View Или Не Так Сейчас Как Разделить Как Вы Думаете Так 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 Лейбл Текст Да Можем 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 Но Наш Ну просто Мы же Его Никак Не возвращаем Я имею ввиду Лейбл Либо Сейчас Надо будет Итерировать Собьюхи До 100 Лейбл Либо Нам Вынести Лейбл Ну Давай Давай Мы сделаем Вот так Лучше Я имею ввиду Нам его уже Надо использовать Вот Например Так И Давай Проверим То есть Срабатывает метод Добавляет View Добавляет Текст Дальше Мы можем Просто Сказать Что Если Ассер View Controller Лейбл 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 Алло Сработаешь Нет У нас нету Текст Нет Я его не Здесь Нету Кода А что Ты Смотреть Надо Че там ходишь Все, что-то у меня не видно там, увидел, нет, не пойму, что-то, да, есть, label, текст, не равен, не ел, да, так и сделаем. Вот, весь тест на то, чтобы проверить, текст является или не является, когда это может быть важно, как вы думаете, проверять поле, есть там текст, или нет, например, при авторизации, или, например, когда вы хотите получить данные сервака и их заполнить в поле, да, ну, чтобы отобразить в поле, соответственно, у вас будет тест-кейс какой-то, где вы скажете, что после того, как вы получите данные сервака, ваше поле, ваше поле текст не должно быть ел, очевидно, да, проверяет на то, что есть текст, есть текст, клево. Так, это мы прошли, следующее, давайте, что еще здесь, ну, здесь больше ничего неинтересного, собственно, перейти надо на, наверное, рандом текст. Хотя, ну, давайте, да, тоже его затестим, почему нет, да, нужно полное покрытие нам. А, тест if, не знаю, if, тест, meeting random text, то есть так. А? То, что мы вообще получаем, ну, хотя, блин, в этом смысле нет, конечно, там у нас стопудово получается, давай, не будем тестить, это очевидно, да. Давайте вот лучше затестим функцию, которая удаляет все лейблы. Это уже поинтереснее было, то есть мы test if labels remove from you. Окей, так, значит, что нам нужно сделать? Given, что делаем в given? Можно так сделать, а можно как будет делать? А можно сделать следующим образом, мы создадим лейбл. Так, лейбл, скажем, что лейбл, не знаю, текст, нет, сам текст один путь будет. Что еще скажем? Скажем, что, а, просто скажем, что лейбл size to fit, чтобы у него задался размер. Ну, к примеру, и view, так, вот, это раз, дальше мы не один такой лейбл создадим, а их несколько будет лейбл два. Ну и пусть крит, да. Так, дальше я просто добавлю их на subview, view controller, view, add the subview, лейбл, лейбл два, лейбл три. Окей, это у нас given, то есть мы их добавили. Теперь, когда я вызываю, получается, view controller, remove all from view, лейбл, я должен получить, что? Я должен получить, что у меня вообще-то нету ни одного лейбла. Иначе я могу сказать, что view controller, то есть я могу так же, когда это вот проинтелировать, по всем пройти и сказать, что если у меня, если там view равно лейблу, то сразу выдать false, да, что не прошло. Либо я могу сказать, что view controller, view subview, count, то одному. Ну, это в данном случае удовлетворяет только мой кисть, то есть, ну, не стоит такие именно тесты писать, потому что если вы... Ну, если на вашем контроллере будет что-то больше, чем лейбл, да, обычный, добавляться, изначально там они, возможно, есть уже какие-то объекты, UI, то, скорее всего, этот тест у вас не пройдет, правильно? Ну, в моем случае он удовлетворяет меня, то есть, у меня ничего не было, добавил лейблы, удалил лейблы, должно ничего не остаться. Проверяем. 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 Да. А мы добавили разве кнопку у нас? Так, ну, давайте. А, вот там кнопка. Нет, в смысле, откуда она там кнопка-то взялась? Нет, что-то же не выливает. Ничего. Интересненько, давайте глянем, что вообще происходит. Может быть, сабьюс каунт не ноль изначально, может, там один есть или больше? Сабьюс каунт основной уже. Может быть, да, 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 да. Давай посмотрим. Ну, видите, как меня умирит. Давайте посмотрим, что там есть у нас. А, кнопка... Это что за кнопка-то? А кнопка-то, ну, а за успехом, да? У меня есть подозрения. Сейчас. А, реал, точно, вот, вот, точно, точно, ты прав. Так, у нас же мы же вью-контроллер вызываем, а его из сторидборда достаем. В сторидборде он унициализируется, вьюдитлоу вызывается, кнопка добавляется. И там, как минимум, есть кнопочка. Окей. Ну, короче, да, то есть, тогда мы пройдемся. Нет, ну, на тнерку тоже не пройдет, их там три же, по-моему, смотри. Кнопка добавилась, мы кнопку добавили по центру, и у нее, скажем так, выставились, ну, как авторисайзинг выставился. Да, видишь? Маск, маск, ну, то есть, ну, блин, ну, можно поставить, конечно, три, но давай уж не будем так-то совсем само сходить, давай лучше вот так пробежимся. И действительно проверим, что есть у нас там дуай лейбл или нет. Ну, да, понятно, то есть, если он есть, то, ой, это не good для нас. Мы скажем false. Все, тест прошел, ура. Примерно понятно, да, стало, как вообще, что происходит. Так, а теперь давайте посмотрим один интересный момент, то есть, как видите, это такие, ну, слишком простые тесты, вы их попробуете пописать у себя, но, как вы думаете, в каком потоке и как работают наши тесты здесь? Параллельно. Параллельно. Ты видишь здесь параллельный визу, где-то? Я не знаю. Синхронно. Синхронно. В каком потоке? В мейне. В мейне, да. То есть, синхронно в мейне. Отсюда у вас должен возникнуть вопрос, а что, если я тестирую кложеры, блоки, если я тестирую запросы в сеть? У нас же ответы приходят далеко не синхронно там, правильно? У нас ответы приходят в блоки. Вот, давайте попробуем. Покажу я вам, пока осталось время, чтобы вы дома смогли уже с этим делом разобраться. Так, времени немного, поэтому я, наверное, так, что я тут в последнюю работу проверял вообще? А, вот, Наталья проверяла, там есть у нас, ну вот, API-менеджер, давай мы его выпилим отсюда. API-менеджер. Взяли, закрыли. Итак, создадим с файлом. Менеджер, предположим, что у маус есть API-менеджер, предположим, что я его использую как-то эдакой. Вот, он у меня есть, всякие ключи, то, что вы делали. Вот, и у нее здесь, да, возвращаются все в блоки, да, клево. Так, модели с сайта мне нету, давай я ее удалю вообще. И здесь тоже так, да, это тоже удалю. Окей, ну вот это вроде работает, окей, получаем, значит, что здесь у нас есть, запрос для получения города, да, локации города по его названию. Окей, нормальный запрос, то есть нам нужно протестировать запрос, который возвращается в блоге. Как, что мы делаем? Во-первых, нам нужно создать новый, новый тест на это, unit test. Так, ну он будет называться там API-менеджер, unit test. Создали, создался наш файлик, все как обычно. Удалили то, что создалось по дефолту. Это тоже удалил. Так, дальше. Import, testable. Import. Звание нашего проекта. Сбилдим, проверим, что все окей. Все окей. Дальше идем. Мне нужен API-менеджер, и я хочу с ним работать, значит, что я пишу сюда API-менеджер. Так, я его здесь проинициализирую. Я так понимаю, это просто класс, даже не на собрек, но как бы пойдет. То есть я могу сделать, скорее всего, методы так и вызываются, вот так, через экземпляр класса. Хорошо, здесь сетапнули, здесь мы его оценилим. Теперь сам тест. Нам нужно написать тест, который будет проверять, что... Что будет проверять. Давайте посмотрим еще раз и определим, что можно там у нас проверить. Что можно проверить в этом запросе, давайте. Как вы думаете? Подключение? Подключение? Прибытие данных. Получение данных. Получение данных. Гео-код-сити. Ну, вот, тест из сети... Здесь мы должны так... Гео-код-сити... ...нот-нил. То есть будет так. Примерно понятно по названию теста должно быть, что вообще там происходит. Вот, теперь в Given мы сделаем следующую штуку. Для тестирования асинхронных процессов существует такая штука, как NS... Не NS, а XC Expectation. Типа ожидание. То, что вы... Ожидание, реальность. Вот эта тема. Создаем... Expectation какой-нибудь. Expect, скажем. И пишу следующее. Expectation, видите? Xtest Expectation. With Description. То есть я задаю... Что за Description? Это просто... Если у вас что-то пойдет не так, в консоли выкинет ошибку. И чтобы вы видели, в каком expectation у вас ошибка, вы тут можете написать. Ну, это как Q, да? Как dispatch Q создаете. Вы же ее с лейблом создаете, чтобы видеть, там, если что-то не так. То же самое. Это, по сути, лейбл. Там, не знаю, да? Get your code ct. Это раз. То есть задали. Следующее мы... Given. Когда. И вызываем... У нас есть API-менеджер. Мы у него вызовем геокод city. А, да. Помимо этого нам еще нужно задать city name. Пусть будет когда. Окей. Я передаю сюда наш city name. Success block есть, который возвращает локацию, да? Location. Окей. И что я здесь делаю? Я говорю, что если location не равен new, то есть локация пришла, мы ее нашли, то... Да, то... Все, окей. Мы... Xt, Asset. Берем. Ну, как бы здесь очевидно, что иначе у нас будет... Мы можем использовать такую штуку, как... Xt, Asset. Faith. Нет. Где-то там... Сейчас. Exception, что ли? Или как она там есть? Сейчас найду. Нет, throwError проверяет... Если у тебя метод throwItError, то ты можешь его проверить, что он действительно тот error, какой нужен. Название него там. Illegal, не знаю, argument exception и так далее. Чего я хотел-то? Почему я не вижу? Нет, может, не здесь, а прям вот здесь. Да, xtf, вот, точно. Упадет с тем, что там location... No... Нет, нет. Location is new. Вот. И это блок. Expect задали. И что мы здесь главное делаем? Мы в блоке, в конце, нужно не забыть... Так, мы же в блоке сейчас напали сюда. Мы expect вызываем метод fullFill. То есть, как бы, это... Ответ пришел, и... Fulfill сработает, что ответ пришел. Для чего это вообще нужно? Потому что наш тест, как мы сказали, выполняется синхронно во вторых главном потоке. То есть, по сути, в конце теста у нас все будет не лучше. Да? То есть, тест закончился, его нету, но вот этот метод fullFill. И дальше следующее... Waiting... Waiting... Wait for Expectation. Вот следующий метод, который нам нужен. Например, 5 секунд с хендлером там Error. Этот метод заставляет ждать наш тест 5 секунд, до пока не вызовется expectFulfill. Понятно? То есть, как только вызывается fullFill, значит, у нас все окей, все прошло. Если через 5 секунд у нас так и не прошло, и ничего не случилось, ну, то есть, был долгий запрос, то, ну, лучше тогда уж поставить там таймал побольше, либо поговорить со своими бэкэнщиками и сказать, с какого черта. Так. Что-либо пришло вообще. Что, да, что блок завершился. И можно схлопнуть все это дело. Ну, и здесь мы проверим, что если... Если у нас ошибка, то, очевидно, нам нужно выдать... Ну, то есть, здесь ошибка возникнет, если за 5 секунд у вас так и ничего не произошло. Понятно? То есть, типа там, не знаю... Так, чтобы задать... Ну, типа там... Ну, пусть давайте просто там... и перейдем сюда сам. Error с localized description. Все. Все, все. А, нет, не сам error, он же у нас optional. Мы здесь как раз проверяем. Такс, 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 такс. Ну, вроде все. То есть, понятно, да, задали имя... Начальное значение expectCityName. Когда вызываем запрос, ждем там что-то в true, что-то в fail, потом вызываем обязательный expectFulfill и метод waitForExpectation. То есть, ждет, пока fulfill не вызовется. Запускаем. Такс. Тест прошел, ура, все клево. Давайте попробуем поставить одну миллисекунду вообще на это дело. Ой. То есть, соответственно, когда тест прошел, я уверен, что все хорошо и что с этим набором данных он работает. Ну, соответственно, вы можете сделать несколько наборов данных, не только Казань, да, там, ну, еще что-то, где вы будете проверять несколько... Ой, тест и то прошел за одну секунду. Клево. А теперь, чтобы убедиться, что, как бы, тест может, в принципе, валиться, мы, например, что сделаем? Забудем написать правильно apk. Ну, и запустим, посмотрим, что будет. Тест пошел. Тест пошел, пошел. Опа, идет тестирование. И... Па-бам! Локация не пришла. Мы в консоли здесь видим то, что... Ну, здесь просто выводятся всякие данные, то, что там выбраны тесты, такие тесты. Перешли сюда в тесты. То есть, он в юнит-тестах тоже прогнал. Видите, все. Здесь тоже прогнал. Один тест. И он не сработал. Ну, и видим, что тест... ...эзи-гьют-виз-фейлы, то есть... Ну, и выводит здесь лок, где вы можете прочитать этот лок. То есть, я не знаю, давайте попробуем туда... ...перебраться, что ли. Как-нибудь... Мы же модные, у нас есть консорка. Так. Ну, соответственно, я наберу что-нибудь сюда. Тишко маленький, конечно, это надо. Так, я тут. Откроем. Ну, вот. Здесь наш лок. Давайте почитаем, что у нас здесь вообще. Ну, как бы, это... Здесь можно порыться, посмотреть, сколько там, вот, секунд происходило. Waiting, да. Еще что-то, там. Starting to wait on geocode.cxp. Такой метод. Что, не видно? Ух ты ж. Оно даже не прибавляется. Ладно. В общем, здесь сюда выходят логи. Вы можете посмотреть, что случилось. Так. Так, так, так. В этом тоже можно посидеть, поразбираться. Вот здесь есть такой строчек, что тест-кейс свалился в классе таком-то, на методе таком-то, с месседжем таким-то, что вот location is nil. Вот. Ну, то есть, здесь у нас сам лог тест-кейс находится. Вот. То есть, таким образом, тестируется запросы с помощью expectation. В принципе, то есть, видите, механизм сам по себе, в общем-то, мощный. Позволяет тестировать, в принципе, всего, что угодно, зависит от вашей фантазии, ума, что вы хотите тестировать и как. Есть библиотечки, которые якобы упрощают жизнь. Ну, можете их тоже посмотреть. Я библиотечками не пользуюсь, потому что, ну, в принципе, этого всего хватает. Могу тестировать, могу. Дальше посмотрим, что еще можно делать с тестами на следующей паре. Вот. На сегодня все. До свидания.